Всем привет! Сегодня я буду делать АК-47 из дерева. Вот так. Все детали я уже заранее выпилил. Сейчас я расскажу, чем я выпилил. Выпилил я электронным лобзиком, электрическим. Можно вот таким ручным. Так. Потом их нужно будет зашлифовать эти детали. Будем шлифовать вот такой наждачкой грубой и мягкой. Нам понадобится еще для этого трубцина, два напильника и любой клей. Ну, либо супер, либо вот такой клей классик, ну, который сохнет чуть подольше, минут 20 лет. Так. Ну, приступаем. Вот. Такие детали я выпилил. Значит, вот это. Две детальки нужны вот такие. Фетертижи будут, ну, под видео. Так. Потом одна вот такая центральная с кругом. И вот с такими вырезами. Спусковая крючка. И вот без центрального, ну, без вырезов. Куда потом ствол будет вставляться. Потом вот такие две детальки. Они будут крепиться вот сюда. Вот так. Потом две вот такие маленькие. Потом две рукоятки, накладки на рукоять. Для магазина вот такие тоненькие. Ну, потом объясню, почему они тоненькие. И два приклада. Так. Когда эти все детали мы выпилили, ну, я уже выпилю. Нам бы нужно их отшкурить и наждачить там. Так. Для начала, например, начнем с вот такой детальки. Их нужно будет зашкурить, и они будут крепиться сюда. Честно, я не знаю, как они называются правильно. Но они будут крепиться вот сюда. Вот так. Их нужно первым делом отшкурить. А вот эти будут поверхники. Значит, вот сюда. Вот. Ладно. Начинаем шкурить. Еще нам нужно будет от этих немножко отшкурить. Потом, вот эти нужно будет отшкурить. Тоже покажу, как они. И вот эти. А вот эти у меня уже отшкурены. Вот так нужно ее будет отшкурить. Вот. А вот эту вот, вот так. Только до конца. Ну, сейчас я отшкурю, и все покажу, что у меня получилось. Вот. Такие детали на шкуре. Так. Вот все получились, которые... Так. Потом, значит, вот эти зашкурил переклад. Сейчас приступим к склеиванию. Вот я отметил их. Вы тоже отмечайте. Вот цифер-кей-2. И к двум нужно приклеить, чтобы было... Приступим к склеиванию. Сначала берем вот эту деталь. Так. Ищем все супер-кей-2 подходящие все детали. Так. И, кстати, я решил то, что рукояти, кстати, лучше не делать. Потому что и так ручка будет толстой из всех слоев фанеры. Так. Значит, все. Все детали нашли. Вот так у нас будет после склейки. Так. Приступим с клеем. Я начну, наверное, пожалуй, с самой большой детали. Берем ее. Еще лучше сделать напереньком такие вот царапки. Чтоб она лучше подкрыгалась. И тут тоже. Так. И начинаем. Вот так получилось приклеить. Ой, не приклеить, а клеем на мой. Так. Теперь аккуратненько берем. Прижимаем. Убираем. И ждем, когда подсохнет. Пока сохнет, мы сделаем, что будет дальше. Так. Вот это маленькая. Тоже так же. Немножим клея сначала. Прижимаем. И так же. И так же. Это деталь. Это деталь. Убираем. Желтую. Желтую. Например. Убираем. Убираем. Блин, как-то внутри. Убираем. И ждем, когда подсохнет. Так. И еще вот эта деталь. У меня сучка-то не красивая. Так. А эту деталь не нужна лучше потом. Так. Это уже, наверное, подсохло. Так, подсохло. Так. Ее мы. Сюда. Вместо кладем. Так. Смотрим, что все угодно было. Крепко-крепко. Прижимаем. Все. Если какие-то места не проклеить, то потом их нужно будет проклеить. Обычный суперклем. Так. Следующий у нас идет вот это. Поставь. Так. У меня тоже. О, место. Снова будет полегче. Крепко прижимаем. Так. Будет эта деталь. Тоже ставим на место. Тоже крепко-крепко прижимаем. Вот так. Так. Получается красиво. Дальше. Берем. Тот приклад. И ставим его вот сюда. А как я и говорил, будет такая щель. Она будет вдумать больше вид. То, что я можу, потом будет завозить подклёвкой. Так. Так. Как нам включился? Первая часть. Камыша. теперь берем ищем все детали которые у нас есть вот получается вот так все и это все тоже нужно приклеить как и это все все проблемы я исправил с калашом какие были вот я вас клеил чертил все вот все вот так получилось тут неровно нужно будет полностью отпилить лобзиком покажу как не полностью все вот место значит все магазин не вытаскиваемые просто вот такой красивый ровный значит спусковой крючок вот рукоять все значит сейчас вот значит все этот шкурить приклад вот это место рукоять все дефекты убрать зашпаклевать а сейчас мы приступим для начала мы отшкурим приклад сначала напильником вот такой он должен быть у нас после обработки сначала обработаем напильником приступим с двух сторон значит вот что у меня получилось вот такой приклад так он выглядит выглядит делает я все вот таким напильником и наждачная бумага вы такой плотный и значит сейчас буду делать вот такой спуск как все по чертежу собак сторон сделаю вам покажу вот значит вот такой спуск я сделал с обеих сторон получилось очень круто делал я значит напильником по дереву опять вот этим потом наждачной бумагой и гравером стачивал вот это место и наждачной бумагой сидел вот получилась вот такая красоте не так двух сторон значит потом магазин будем шкурить и так все дальше продолжим так значит я отшкурил весь этот автомат ну не весь автомат вот это место спуске сделал полностью доделал как на идеале сейчас будем делать держатель рукоятку переднюю вот не делать и шкурить и сглаживать вот еще я подумал то что вот один слой еще фанеры трех миллиметровый вот тут его нужно убрать а тут мы просто сделаем такой же спуск как и тут начерчим все и будет лучше потому что этот магазин больно какой-то толстый получается вот так все будет круто ладно все сделаю и все покажу что у меня получилось значит вот так и все отшкурил сейчас будем делать магазин значит магазине вот я начертил сейчас поэтому по этой линии вот с этой стороны мы будем делать и прорисовать грайвером круглой насадкой потом отрывать один слой и так и начинать и наждачной бумагой сглаживать по немножечку и все так с другой стороны вот такой магазин у меня получается значит когда я сделаю вам покажу потом перейдем к рукояти все погнали значит вот такой у меня получился магазин идеально конечно но мы его прошпаклюем будет все круто ну так сейчас мы займемся рукояткой рукояткой и вот спусковым крючком ты и вот эта штучка еще ну короче все будем сглаживать все все трещины будем зашкуривать и прошпаклевывать сейчас пока что займемся рукояткой значит вот такой у меня на данный момент коллаж получился точнее еще будет дальше это место вот это этот рельеф я скорее всего пилю я просто не знал делал все как подчертежу это не нужно это целик значит сейчас его прошпаклюю все везде подровняю все края которые неровные вот значит чего ищут и буду уже делать ствол сам ствол на токарном станке так ну все как бы сейчас его прошпаклю и все ладно увидимся когда я сделаю ствол высохнет шпаклевка на калаше еще сделаю маленькие детальки все дать вот такой у меня коллаж получился все я сделал все детальки приклеил вот муляж затвора сделал целик приклеил еще вот тут маленькую детальку приклеил так все прогрунтовал все прошпаклевал добавил на магазин вот такую деталь вот такую пластинку значит кусочек пластмасски миллиметровый от диска брал от коробки от диска вот футляра диска то значит добавил шампан он вытаскивается полностью вот все сейчас такой кашку у меня получился очень круто значит час ой то есть далее мы будем красить его и а и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...